Всем привет, с вами Сергей. И вскоре наступят новогодние праздники. И чтоб на новогодних праздниках вы не остались без своих денег, записываю специально это видео. Речь пойдет о мошенниках, так как большинство людей покупают сейчас подарки и все заказывают через интернет, вводят свои данные и карты. И если вы ведете куда-то не туда, то можете остаться без денег вообще. Разберем несколько моментов. Буквально на днях мне попалась новость о новом виде мошенничества, которое происходит на ОВХ. Также этот вид мошенничества был на Юле. И через Сбербанк тоже делали такое же мошенничество. Можно сделать его, мошенники могут его сделать, повторить через Каспи, через Хомбанк. Я постараюсь вам рассказать о нем, о нескольких видах, и чтобы вы на этом не попались. Буквально два года назад, в 2018 году, мне заказчик на бирже фриванса предложил сделать одну страничку сайта, похожего на Сбербанк, полностью скопировать Сбербанк, но там ввести, точнее, форму с данными заполнения карты. Посередине сделать то же самое. Этот же заказчик предлагал сделать и с сайтом ЮА. Точно так же все скопировать, весь дизайн, и разместить форму для заполнения данных с карточки. Я отказался от этих заказов, и, в принципе, оно понятно, почему. И сейчас давайте посмотрим. Новый вид развода на ОВХ. Как узнать мошенника, не потратив деньги? Всю историю мы полностью читать не будем, но скажу, что здесь есть продавец, жительница Нурсултана Диера Ахнеджанова. Она решила продать свои платья на сайте Abeliny Loads. Есть покупатель, это мошенник. Покупатель написал, что готова искупить себе сразу платье, но есть одна загвоздка, что она находится в Актобе. Возможно сделать доставку курьером, я сама закажу курьера. Я оплачу за товар, и за курьера все сразу. Но есть небольшая еще такая загвоздочка. Это способ отправки денег. Нетипичный. То есть покупатель пишет, я оплатила и оформила. Перейдите по ссылке, нажмите «Получить средства», введите карту, и деньги вам зачислятся. После чего вам позвонит курьер. Написала покупательница. Предварительно отправил ссылку и скриншот с указанием, что заказ оплачен. Смотрим. Вот такое сообщение, и вот такая ссылочка «olx-kz.net». А сайт «olx.kz». То есть сам домин, доменное имя сайта, выглядит вот так. Это оригинал. А это уже страничка мошенника. Я пытался по ней пройти, но мошенник уже понял, что его раскрыли, и все это удалилось. И сейчас этот сайт не работает. Хотел вам показать примере вживую. Так что тут будьте бдительны, когда вы проходите по каким-то другим ссылкам, где вас просят ввести данные карточки вашей. Вы должны обязательно обращать внимание на доменное имя и понимать, если там какой-то символ что-то не так выглядит, то это может быть мошенник. Счастью, данный продавец не попался на это, но я почитал комментарии, пострял в инстаграме. Очень много людей, кто потерял 200 тысяч, кто-то и миллион потерял, кто-то и больше миллиона потерял. А кому-то в конце еще умудрились написать «У тебя денег много, ты что ноешь». То есть вот так вот, если раскрываете мошенника, и он может вам еще и нагрубить. Будьте бдительны, это первое. Обязательно проверяйте домен. Также у Хаоикбанка часто с 2018 года я наблюдал, что выходит в инстаграме объявление «Пройдите опросы, получите 15, 20, 30 тысяч, а то и 400 тысяч даже видео». То есть вы проходите по ссылочке, там опрос небольшой, и в конце вам, конечно же, нужно указать свои данные от личного кабинета Хаоикбанка, или же указать данные от своей карточки, куда должны поступить деньги. Когда вы все эти данные указываете, соответственно, ваши деньги пропадают. И Хаоикбанк, я много раз видел, что они публикуют осторожно мошенники, такие разные сообщения, где-то тут попадалось, на новоц, и расписывают всю схему, как что происходит. Так что будьте бдительны. То же самое происходит и с Каспи-банком. Как можно себя защитить? Давайте рассмотрим на примере Хомбанка и Каспи. Знаю, что у Каспи возможно выставить элемент на покупки в интернете, на 20 тысяч, 50 тысяч. Соответственно, больше человек не сможет списать. Если вы откроете обратно доступ, и у третьего лица есть данные ваши карточки, думаю, он все-таки сможет это сделать. Что мне нравится в Хомбанке? Это не реклама Хомбанка. Давайте зайдем, я вам покажу одну простенькую вещь, которая для вас хорошо послужит. Для начала нам нужно авторизоваться в Хомбанке. Заходим в личный кабинет. Далее видим, у меня здесь несколько карт. Одна из них виртуальная, специально создана для покупок в интернете. Легко ее очень создать. Мы можем просто нажать, допустим, продукты, если не ошибаюсь, да, и заказать. Стоимость всего одна тенге. Мгновенно открывается, и можете пользоваться этой картой. С основной карты, где у вас хранятся деньги, допустим, где вы получаете зарплату, вы можете перекидывать вот на эту карту перед покупкой в интернете, и далее уже ей расплачивается вводить эти данные, которые указаны на этой карте. Соответственно, мошенник уже ничего не сможет списать. Вы потратили эти деньги, карта пустая оказалась. Даже если эти данные попадут, вы можете запросто изменить, допустим, код этой карты без каких-либо проблем. А основные карты просто можете отключить от оплаты в интернете. Также здесь есть ограничения на основных картах, сколько можно списывать за определенный период времени. Если же такой безопасности нет, если не стоит, и вы где-нибудь ведете свои данные, потеряете карточку, то наверняка ваши деньги просто-напросто пропадут. Вот и для этого я видео это записываю, чтобы вы остались при своих деньгах, при своих хороших покупках. И, наверное, на этом все. Защита очень простая. Это виртуальная карта, это ограничение, и не вводить на подозрительных сайтах, где домен отличается от основного сайта, основного имени сайта. Даже можно попасть на такой сайт, как Хаоик Банк, где вместо Л там однерочку пропишут домене или буковку И. То есть, одна буковка такая еле как заметная, на нее не обратите внимания, все будет выглядеть точно так же, как и в оригинале, но на самом деле вы будете находиться на сайте мошенников. Ну все, на этом наше видео коротенькое завершаем. Надеюсь, обзор был для вас полезный и не попадетесь уже на подобные схемы. Будьте мдительны, аккуратны и наслаждайтесь покупками в интернете безопасно. Всем пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok